Привет! Занятие эпоксидной смолой сегодня как нельзя актуально, и если ты новичок, который уже купил все необходимое и не знаешь как правильно начать, ну или просто зритель, которому интересно узнать, что за изделия из смолы я буду делать, то ты на правильном видео. Сегодня я поделюсь своим опытом и расскажу тебе, как сделать вот такую красоту из эпоксидной смолы, на примере этих двух закладок и четырех кулончиков, которые я залью разными способами с нуля вместе с вами. Для начала я подготавливаю необходимые нам материалы и вещи. Эпоксидная смола, красители, молды, маска и перчатки для защиты, весы, стаканчики и палочки для смешивания, коврик для защиты стола и горелка. Еще нам понадобится несколько сухоцветов и картинки, распечатанные на фотобумаге. Для начала я мою молды мыльной водой, затем оставляю на салфетках, чтобы вода стекала. Когда молд высох, я начинаю замешивать смолу. У меня густа ювелирная смола с пропорциями 100 к 50 или по нормальному 2 к 1. Еще здесь указаны буквы А и Б. А это смола, ее всегда больше, а Б это отвердитель. У каждой смолы свои пропорции, обычно они указаны прямо на бутылках, так что обращайте на них внимание, когда будете замешивать сами. Я ставлю стаканчик на пограммовые весы и заливаю сперва 30 грамм смолы, а потом 15 грамм отвердителя, так как напоминаю, у меня пропорции 2 к 1. Размешиваю компоненты палочкой. Обычно я мешаю минуты 2, а затем переливаю в другой стаканчик, чтобы смола стала более однородной. И опять перемешиваю. Для первой закладки я заранее вырезала вот такие картинки и склеила их. Перед тем, как положить картинки в молд или любой другой декор, обязательно нужно залить тонкий слой смолы в молд, потому что смола не всегда может затечь под предметы и потом появятся пустые места. После заливки первого слоя прохожусь горелкой, чтобы убрать пузырьки и покрываю смолой саму картинку, чтобы было меньше пузырей. Помещаю картинку в молд и сразу же заливаю второй слой смолы. Иногда воздух может быть под самой картинкой, поэтому ее нужно периодически подтапливать, чтобы выгонять пузыри на поверхность. В конце убираю закладку под крышку, чтобы не попала пыль и жду сутки застывания. Во второй закладке я буду заливать два слоя. Заливаю первый слой, не до краев молда, а где-то чуть больше половины и ложу в него смоченные смолой картинки и сухоцветы. Прохожусь горелкой и дожидаюсь застывания первого слоя. Убираю закладку под крышку и через сутки можно заливать второй слой. Его я решила сделать как подложку с красителем. Для этого снова смешиваю смолу и отвердитель по пропорциям и добавляю несколько капель красителя. Перемешиваю и заливаю. Осталось обработать горелкой, положить под крышку и ждать окончательного результата. Ну и теперь я буду делать три кулона сухоцветами и один только с красителем. Для первых трех делаем так же как и с закладкой. Сначала замешиваю немного смолы, промачиваю в ней сухоцветы и ложу в молд. К сожалению моя смола быстро застывает и она стала слишком густой, чтобы провернуть такой трюк. Поэтому я просто выложила цветы на слой со смолой и прошлась горелкой. Заготовки застыли и теперь время заливать слой с красителями. Кстати, один из кулонов я решила оставить прозрачным и дозалила его прозрачной смолой. Второй кулон я залила добавив в смолу синий краситель. А третий решила просто залить без всяких сухоцветов, потому что смолы оставалось еще слишком много. Ну и последний кулон секретный. Для него мне нужно получить новый цвет, которого у меня нет. Так, к остаткам синий смолы я добавляю малиновый цвет и получается фиолетовый оттенок, который я доливаю в кулон с красителем и сухоцветами. Сутки прошли и теперь можно посмотреть финальный результат. Вот такие закладки и кулоны малыши у меня получились. Пиши в комментариях, какое изделие тебе понравилось больше. Ну а если хочешь это повторить и понравилось занятие со смолой, то смотри мое видео про набор новичка. А я прощаюсь ровно до следующего видео. Всем пока!